33 регион пришел гонконгский грипп. Роспотребнадзор сообщает уже о семи заболевших. Что это за вирусы? Стоит ли его опасаться муромлянам? За разъяснениями в городскую больницу номер 2 отправилась Елена Петрова. Ситуация стандартная, говорят врачи. Постоянный мониторинг всех муромских медицинских учреждений показал, что в нашем округе случаев заболевания гонконгским гриппом нет. Однако забывать о том, что в 60-х годах прошлого века его эпидемия, распространившаяся по всему миру, унесла жизни почти 40 тысяч людей, все же не стоит. Для этого вида гриппа возможны различные варианты течения, включая молниеносные течения с очень быстрым развитием осложнений, с развитием осложнений со стороны дыхательной системы, это пневмонии, со стороны сердечно-сосудистой системы, возможно развитие миокардитов, а также менингитов, энцефалитов, осложнений со стороны нервной системы. Первые симптомы незваного гостя характерны для всех типов гриппа. Слабость, резкое повышение температуры тела, озноб, боли в мышцах, заложенность в носе и горле, а также сильная головная боль. Характерной особенностью этого вируса гриппа является частое развитие осложнений. Группами риска гонконгского гриппа являются дети в возрасте до 2 лет, лица старше 60 лет, беременные женщины, лица со сниженным иммунитетом, а также лица страдающие хроническими заболеваниями. Плановая работа по массовой вакцинации населения приносит свои результаты. Гонконгский штамм гриппа входит в состав той вакцины, которая поступила в регион в этом году. А значит, по словам медиков, все, кто привился, заболеть не должны. В течение последних двух месяцев зарегистрировано вирусных инфекций 377 случаев, за последнюю неделю 35, предпоследнюю 39. То есть все это держится на контроле и на данный момент эпидемиологический порог не превышен. Свиной птичий гонконгский Альбина Жаркова на страже борьбы с различными вирусными инфекциями без малого 30 лет. Вакцину сделать не поздно, уверена медицинская сестра процедурного кабинета. Тем более, что до начала эпидемии время еще есть. Вакцину от гриппа можно сделать и сейчас, еще это не поздно, потому что повышенная опасность заражения возникнет только в конце января 2017 года. Приходите к нам на вакцинацию, вакцины есть в достаточном количестве. Уровень самосознания у людей неуклонно растет. Только в городской больнице номер два этой осенью вакцинироваться пришли порядка 5000 человек. Я прививаюсь по рекомендации своего участкового терапевта ежегодно, последние несколько лет. Я не болела ни разу. Я в обязательном порядке прививаю свою дочку, школьницу, и она тоже у меня не болеет и не пропускает школу. Беречься все равно надо. Вести здоровый образ жизни, больше двигаться, чаще бывать на свежем воздухе. При обнаружении симптомов ОРВИ обращаться в больницу. Елена Петрова, Александр Симонов, Новости, Муром. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова